Истинно, истинно говорю вам Неужели ты больше отца нашего Враама, который умер? И пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал Если я сам себя славлю, то слава моя ничто Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш И вы не познали Его, и Я знаю Его И если скажу, что не знаю Его, то буду подобной вам, лжерсь Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой И увидел и возрадовался На это сказали Ему иудеи Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им Истинно, истинно говорю вам Прежде, нежели был Авраам, Я есм Тогда взяли камень, чтобы бросить на него Но Иисус скрылся и вышел из храма Подойдя посреди них и пошел далее Отец Михаил, предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили наши коллеги А потом перейдем к обсуждению Замечательно Довольно часто со стороны атеистов и людей, имеющих предубеждение против христианства Можно услышать, что вера в Христа как Бога является более поздним вымыслом его учеников Сам Христос якобы не считал себя Богом, а был пророком и великим учителем праведности Он проповедовал нравственные истины Евангелия, которые сильно расходили с реалиями грубой повседневной жизни иудеев и ради них отдал свою жизнь Однако смертью на кресте и оканчивается подлинное неискаженное Евангелие, а воскресение, по мнению скептиков, является лишь выдумкой и мистификацией апостолов столпов церкви Самый активный из них Павел и создал церковный образ Христа Бога, тридневно воскресшего из мертвых и восседающего по правую руку Отца В контексте русской культуры такую точку зрения отстаивал Лев Толстой Он был не только великим писателем, но и ирисиархом, создателем собственного религиозного учения, отличительными чертами которого был пафос отрицания церкви и ее догматов Вера в Христа как прекрасного человека и высоконравственного учителя, но не Бога и Спасителя была одной из главных тенденций эпохи просвещения, распространенной в среде европейской творческой интеллигенции Однако сам евангельский текст свидетельствует об обратном Самый мощный аргумент против подобных теорий в том, что иудеи распяли Христа только за то, что он почитал себя Богом Фарисеи пытаются подловить Иисуса на слове, спровоцировать на богохульство, чтобы дискредитировать в глазах народа В ответ Христос произносит очень сильные слова «Прежде нежели был Авраам, я есмь» Это означает, что до рождения Авраама, родоначальника еврейского народа, Христос уже был То есть его начало заложено в вечности, еще до основания мира Эту фразу мы встречали в книге Исход Сам Бог именует себя тем, кто есть Интересно, что слово имеет вечно актуальную форму Не «я был прежде Авраама», но «я есмь» всегда, в прошлом, настоящем и будущем Иными словами, Христос однозначно и во всеуслышание объявляет о своем божественном достоинстве Евангелие сохранило описание реакции иудеев Они взялись за камни, чтобы побить Христа за богохульство Действие иудеев – лучшее свидетельство в пользу истинности слов Спасителя Он был Богом, почитал себя Богом и ожидал от людей веры И если одни, как фарисеи и иудеи, ответили злобой, хулой и местью То апостолы и ученики Христовы ответили верой и любовью О таких Писание говорит А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились Отец Михаил, почему так важно для человека, для всемировой культуры Правильно понимать Христа, кто Он есть на самом деле Ведь если посмотреть, афрамические религии в первую очередь отличаются друг от друга Как раз тем, как относятся к личности Спасителя Ну, надо сказать, почему эта дискуссия вообще возникла в Евангелии сегодняшнем Дело в том, что Христос-то как раз все очевидно и четко сказал Они не хотели видеть в нем Спасителя, Христа Они ничего не хотели менять Потому что если мы посмотрим вообще, каких Христов принимали они То это были военачальники, другого им не надо было Пророки им не нужны были Все пророки практически мучениками становились Потому что они во все время их ненавидели и убивали И это, видимо, как раз и есть людская сущность такая Они хотят здесь и сейчас жить Им Царствие Божие не нужно И когда... Они же прекрасно видели в нем, что это Сын Божий Потому что кто такие чудеса мог творить? Никто! Как они смеют говорить, что ты что, подобен Аврааму? А разве они не видят, что Авраам не мог такое делать? Что Авраам кого-то исцелил? Кого-то воскресил? Нет! Это же очевидно, что он сошел с небес Это было всем очевидно Но им такой Христос не нужен был А поэтому они и говорят Бес в тебе! Бес в тебе! Нам не нужен такой Христос! Мы его распнем! Вот! И отсюда, безусловно, все, что связано с Христом Этот мир под любым соусом будет пытаться отвергнуть Это реальность, реальность сегодняшнего дня Реальность вчерашнего дня Это всегда было так И будет так И Христос ведь четко говорит своим ученикам Что не мир я принес на землю, но меч в этом плане Потому что разделится общество И вы все пострадаете И вас в суд поведут И перед царей поставят Он ничего не скрывал И это так было, есть и будет На сегодняшний день, безусловно, только христианская религия В основном превращается опять в мученичество Потому что ежедневно христиане умирают От рук тех, кому просто не нравится слово Христос Поэтому что тут говорить Мир возле лежит, как сказал апостол Павел И он будет уничтожать истину Но истина окажется сильнее Отец Михаил, мы вас благодарим за эти слова Которые, кстати, замечательно перекликаются с темой нашего сегодняшнего ток-шоу Опять мир, который вышел сам в сторону Ушел в сторону от церкви, от Бога И церковь, которая находится там, где была с первых дней своего появления Но он не победит Безусловно